Здравствуйте! В этом видео хочу показать вам свой заказ из интернет-магазина 1 метр ткани. Я уже не раз делала там заказ, и мне всегда нравится качество. А если вы смотрели видео на моем канале о пошиве идеального худи с капюшоном, то вы точно знаете об этом магазине, потому что я шила худи из футера трех нитки с начесом из магазина 1 метр ткани. Мне сегодня пришел очередной заказ, и эти материалы, а здесь трикотаж, будут актуальны на любой сезон. Давайте вместе посмотрим. Они всегда упаковывают таким интересным образом, рулоном. Кстати, подскажу, где найти ткани на сайте интернет-магазина. Заходите в раздел «Ткани на отрез», и вот это огромное количество категорий материалов доступны к заказу. И еще самое приятное, для вас будет действовать скидка 5% на заказ с сегодняшнего дня в течение двух недель по промо-коду безпокетру. Многие очень боятся такого большого изобилия трикотажных материалов, не знают, как подобрать. Сейчас я покажу вам на примере, и думаю, вам будет легче разбираться, и вы сможете заказывать онлайн. Итак, основной трикотаж можно разделить на три категории. Самый тонкий – это кулирка. Его плотность может варьироваться, но в целом, для того, чтобы вы примерно понимали, это материал для футболок, для тонких футболок, для лонгсливов, может быть, для платьев. Но часто кулирка просвечивает, особенно при растяжении. Я сейчас растягиваю достаточно сильно, обычно в носке с такой силой материал не растягивается, но это для того, чтобы вы понимали его плотность. Итак, это кулирка. Чуть поплотнее идет футер-двунитка или двуниточный футер. И если посмотреть в срезе, то вы можете увидеть, что футер-двунитка уже практически в два раза плотнее, в два раза толще по сравнению с кулиркой. И из двуниточного футера можно шить тоже футболки, лонгсливы, свитшоты, платья, брюки и даже костюмы. Это может быть идеальный летний костюм, например, если вы любите носить спортивные костюмы на ежедневной основе. А если вам нужен костюм потеплее или, например, теплые худи, как мы шили в видео, то лучше всего посмотреть в сторону трехниточного футера. Это был двуниточный футер, а это уже трехниточный. Посмотрите, он намного толще и намного плотнее по сравнению с предыдущим видом. И начнем с первого отреза. Он самый большой. Это футер-двунитка. Футер в очень красивом оттенке. Цвет называется Аква. У этого футера 74% хлопка в составе и остальные 26% это синтетика. Полиэстер 20% и 6% лайкра. Кажется, что если материал полностью состоит из хлопка, то это очень хорошо. Но для трикотажа лучше всего, если в составе есть и синтетический волокна, полиэстер и лайкра. Это дает материалу прочность, долговечность. Внешний вид таких изделий намного лучше. Они служат намного дольше. Наверное, вы часто встречались с таким эффектом вытянутых коленок, локтей или других участков, которые подвергаются постоянному натяжению. И в этих местах трикотаж вытягивается и не возвращает свою форму. Скорее всего, дело как раз в составе материала. Как правило, если трикотаж имеет 100% хлопковый состав, он вытягивается достаточно легко, но при этом очень сложно возвращает свою форму. Для того, чтобы вернуть изделие в первозданный вид, вам необходимо постирать его, высушить и отгладить. А если в составе есть синтетические волокна, полиэстер и особенно лайкра, то материал становится более упругим, он легко возвращает свою форму, коленки не вытягиваются и изделие служит вам дольше и выглядит аккуратнее. Поэтому при выборе трикотажа я все-таки советую искать материалы с синтетическими волокнами состава. И еще один момент, который необходимо учитывать при выборе трикотажа, это его качество волокон. Обычно я советую выбирать качество трикотажа компакт-пенье или пенье, ну или корде. В моем предыдущем заказе в интернет-магазине «Один ветер ткани» был трикотаж качества корде. Я думала, он покроется катышками спустя некоторое время, но он до сих пор в идеальном состоянии спустя год. Поэтому я приобрела футер-двунитку в качестве корде, и поверхность очень гладкая, классная, приятная. И я думаю, этот материал будет служить долгие годы. Из него я хочу сшить костюм, брючный костюм-двойку. Думаю, я покажу вам этот процесс в следующем видео. Поэтому я приобрела достаточно много этого материала. Его ширина 185 см. Это больше, чем обычная средняя ширина, поэтому и расход сокращается. И компаньоном к этому футеру я приобрела кашкарсе. Видите, он идеально подходит под оттенок футера двунитки. Кстати, в магазине «Один метр ткани» есть еще и футер поплотнее, футер трехнитка. И он тоже в оттенке аква. Тоже идеально сочетается с кашкарсе. Кашкарсе используют для обработки горловины, для манжет, для подвязов, если вы жжете, к примеру, худи, для пояса на брюках. И бывает он тоже разной плотности. Вот, к примеру, этот поплотнее. Есть кашкарсе и потоньше. Этот материал производится чулком, то есть он вот такой, без открытых срезов. И его ширина в два сложения 58 сантиметров. Если разрезать, то будет 116 сантиметров. Я взяла его совсем немного, 20 сантиметров, потому что это компаньон для обработки мелких деталей. Покажу в сравнении с кашкарсе двуниточным. Двунитка тянется намного сильнее и на просвет становится такой полупрозрачной. Двуниточный кашкарсе немного мягче по сравнению с трехниточным. Он чуть более тонкий. В разрезе это не так сильно заметно, но по ощущениям он тоньше, наверное, полтора раза. Он тянется намного сильнее и при растяжении становится немного просвечивающим. Но, опять-таки, настолько сильно растягиваться нет необходимости, потому что это материал компаньон для мелких деталей. И кашкарсе трехниточный, более плотный и растягивается не так сильно, более стабильный. Кашкарсе двунитка подходит идеально, если вы шьете футболки, лонгсливы, но и для более плотной одежды, для зимней одежды, теплой тоже подойдет. Кашкарсе трехнитка для футболок уже не подойдет. Это слишком плотный материал. Его можно использовать для свитшотов, лонгсливов, худи, брюк потеплее и даже курток. Например, бомбера. Иногда бывает очень сложно подобрать компаньоны в идеально подходящем оттенке к основным материалам. Поэтому я советую основной материал и компаньон покупать в одном магазине. Еще один отрез двуниточного футбола. Точно такой же состав, точно такое же качество волокон, просто в оттенке экрю. Кстати, худи, о котором я уже много рассказала в этом видео, мы шили тоже из футбола трехнитки в оттенке экрю. Мне очень нравится цвет. Он намного интереснее, сложнее, необычнее, чем простой белый цвет. И я хочу сшить из этого футера платье или сарафан и комплектом к нему сшить кардиган или жакет. Поэтому я приобрела еще футер трехнитку, то есть материал поплотнее, точно такого же оттенка. Мне важно, чтобы оттенки совпадали, потому что это будет комплект одежды. Из более плотного материала я хочу сшить жакет, накидку, то есть верхнюю одежду, а из более тонкого – платье. Оттенки идеально совпадают, они абсолютно идентичные, поэтому хорошо подходят для одного комплекта. И, скорее всего, я буду делать контрастные вставки, мелкие детали в эти изделия, поэтому еще заказала кашкарсе в черном оттенке. Это тоже трехниточный кашкарсе, производится также челком, плотный, приятный и в составе 95% хлопка и 5% эластановых волокон. Посмотрим в сравнении изнаночной стороны двух разных видов трехниточных футеров. Мы шили худи вот из такого футера с начесом с изнанки. Со временем изнанка немного скатывается, но она не осыпается и не доставляет никаких неудобств, дискомфорта. Все в порядке. Лицевая сторона остается гладкой, самое главное убирать хорошее качество пенье, компакт пенье. И вот в сравнении диагональные петли по изнанке другого вида футера. Петли не скатываются, то есть изнанка будет тоже оставаться в первозданном виде, так же как и лицевая сторона. Единственное, если их подцепить, они могут вытягиваться, но в этом нет ничего страшного, потому что это останется с изнаночной стороны. И в разрезе футер трехнитка с начесом выглядит более толстым, плотным, но на самом деле он очень мягкий и воздушный. И тянутся они примерно одинаково. На этом все. Ссылки на все материалы, которые показала в этом видео, я обязательно прикреплю в описании, внизу. Переходите на сайт интернет-магазина «Один метр ткани», выбирайте. Мне очень нравится их качество, как они быстро доставляют. Кстати, мне доставили почтой России. Можно оформить доставку пункты выдачи заказов. Доставляют по всей России и СНГ. И можно делать заказы как оптовые от одного рулона, так и розничные от 1000 рублей. На этом все. Благодарю вас за просмотр и желаю хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok